Всех приветствую на своем канале NiceBike. Сегодня будет последний обзор из серии велосипедных фонарей RIGEL. Это модель RIGEL 1500, максимальная яркость 1500 люмен. При езде с такой яркостью вам хватит всего лишь заряда аккумулятора на 1,5 часа, 1,5 часа, 1,5 часа. Шесть режимов работы, два постоянных, три мерцающих. И то, о чем я забыл сказать, что вся линейка велосипедных фонарей MUN, линейка RIGEL, обладает одним замечательным свойством. Эти велосипедные фонари имеют функцию режима интеллигента. В чем она заключается, я продемонстрирую. Также за мной находится 30-метровый коридор, в котором я покажу, как фонари-то светят. И выйду с тремя фонарями на улицу. Я, в принципе, легко одет. На дворе где-то минус 3 градуса. Ничего страшного, померзну. И покажу, как светят они на улице. Значит, за мной стоят два велосипеда. Один на расстоянии 10 метров, следующий 20 и 30 метров дверь. Так как здесь дежурное освещение и этот коридор находится в подвале этого здания, где находится пункт выдачи заказов, то не представляется возможности. Не буду выкручивать лампочки. По крайней мере, мне на это никто не давал разрешения. Значит, самая богатая комплектация у RIGEL на полторы тысячи. Здесь помимо держателя за руль, держателя, который можно комбинировать с держателями Garmin, есть еще крепление на велосипедный шлем, в комплекте кабель USB Type-C и все. Значит, вот в коробочке он так презентабельно, в 300 граммовый выглядит. Вот так выглядит этот фонарь вживую. Значит, он всего весит только 150 грамм. Имеет, давайте я это уберу, имеется торца зарядное гнездо под разъемом Type-C. Также у всех фонарей имеется, как и у предыдущих, съемный, боюсь сломать, съемный отражатель, который имеет полосочки с одной стороны и гладкую поверхность с другой. В зависимости, как вы хотите поставить, либо вот так, либо вот так, он будет свет рассеивать нижний, а передняя, верхняя будет просто лучше. Или, если вам нужно рассеять вверх и сконцентрироваться на нижнем освещении, вы меняете отражитель. Значит, если брать по размерам, это модель Rigel Max на полторы, это модель Pro и это самый маленький фонарик, обычный Rigel. Вот они по размерам немножко отличаются, да, не получается. Ну, грубая, повыше, пониже, потолще, потоньше, полегче и так далее. Значит, в чем заключается режим интеллигент? Значит, еще раз повторю, все фонари Moon блокируются, 10 секунд вы жмете на клавишу, у вас светодиод моргнет, раз, моргнет два раза, и фонарь встал на блокировку для перевозки, очень удобно. Фонарь при максимальной яркости достаточно хорошо греется, поэтому, если вы будете передвигаться, фонарь охлаждается и греется меньше. Значит, режим двойное нажатие включает, давайте я сейчас раз, привыключим, раз, два, три. Значит, это обычный режим работы. Мы видим, давайте посвечу, этот мой велосипед стоит на расстоянии 10 метров, дальше стоит велосипед на расстоянии 20 метров, и дальше стоит металлическая дверь. Ну, здесь светло, в принципе, непонятно. Второй велосипед, первый велосипед. Следующий режим яркости, это максимальный. То есть, опять, первый велосипед, второй велосипед и металлическая дверь. Если вы будете двигаться поперек проезжей части, то вот этот рассеиватель, он еще добавляет немного света сбоку, то есть вы становитесь заметным при передвижении. Значит, двойное нажатие. Вот этот режим, это режим 100 люмен. Это режим 400 люмен. Следующий режим 400 люмен. И следующий режим 80 люмен. Двойное нажатие. И у нас получается самый яркий и менее яркий. То есть, полторы тысячи и в три раза менее яркий, это 500 люмен. Вот так. Так, все светит. Светит он очень хорошо. Сейчас пойдем на улицу. Значит, в чем заключается режим интеллигент? Раз и два и три. Он моргнул. То есть, сейчас он будет работать в обычном режиме. Если я зажимаю клавишу включения на 3 секунды. Раз, два, три. Он моргнул. Включаем режим интеллигент. Загорается полоска. Загорается полоска снизу. Он светит вот в такой яркости. Наберитесь немного терпения. Главное не дрожать. Ждем. Ждем. Давайте просто его. Вот он теперь горит менее ярко. Верхний индикатор моргает. Ну, ближний к голове. Если вообще не двигаться, то есть, имитируем процесс остановки. Ждем. 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 Но не подведи. Причем и первый, второй, и третий фонарь. Если будет это сейчас... Ну, если он сейчас не отключится, я тогда просто его поставлю чуть поодаль на пол. И в этом режиме он просто выключится. Не хочет сразу. Понимает, что у меня рука дрожит немного. То есть, это все действие занимает минуту. Он горит. Индикатор зеленым, синим. Вот он выключился. Вот сейчас он в режиме ожидания. Он думает, что мы остановились. Теперь начинаем какое-то движение. Все, фонарь включается. И так по новой. То есть, я его сейчас сам поставлю. Пусть он в таком состоянии. Светит. То же самое с фонарем, с ригелем Pro. И то же самое происходит с фонарем. Просто ригель. То есть, вот вся эта троица. Значит, теперь эти фонарики просто выключу. И наблюдаем за тем фонарем. Вот он стоит. Его никто не трогает. Он светится некоторое время. Потом он выключается. Прошу прощения о том, что не сказал в предыдущем видео. Видео нескольких про вот эти фонари. Теперь подходим, забираем фонарь. Раз, два, три, четыре, пять. Надо выключаться. Ну, лежа, скорее всего. Потому что в слое он не выключается. Вот я его сейчас поставлю на велосипед. Пусть светит. А я еще с вами немножко пообщаюсь на тему велосипедных фонарей. Если вас эта модель заинтересовала, первый, второй или третий фонаря, вы всегда можете зайти по ссылочке под видео, перейти в карточку товара, ознакомиться с актуальной ценой, наличием подобрать себе нужные фонари из этой линейки, либо фонари другие. Вот видите, стал свечеть не так ярко. Подобрать себе фонари из этой линейки, либо какие-то другие или более мощные фонари и фары. Передние, задние, комплектами. Это все есть практически всегда в наличии в пункте выдачи заказов на Багратионовской улице Барклай, 13, строение 1. Если вы в регионе, смотрите видео, выбирайте, делайте заказы, всегда буду рад помочь вам подобрать велосипедный фонарь. Или, кстати, я ему просто в режиме... Нет, в этом режиме он должен выключаться. Груля, фонарь и включается, и выключается. Что-то ему не нравится, наверное. Это вот расстояние 10 метров. Здесь я сейчас фонарь буду трогать. Давай выключайся. Что-то пошло не так. Выключился. Вот прошло какое-то время, фонарь выключился. Я теперь его имитирую, что я начинаю ехать. Я фонарь взял в руки, поехал, потрогал. Фонарь опять начнет светиться. А теперь идем на улицу. Симпровизированная вот такая вот здесь стоечка, с которой я снимаю. Все видео снимаются с одного дубля, поэтому все без склеек, все идет на экспромте. Поехали. Так, ключи от помещения я взял, потому что все закрыто. Сейчас будет экшн. Экшн на улице. Выходим из пункта выдачи заказов. Идем. Идем, 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 идем. Выходим на улицу. Может, народа не было. Вот улица. Там, где я снимал, это был соседний подъезд. Это получается 30 метров. Берем фонарь, самый мощный. Ригель Pro Max. И включаем его. Вот его максимальная яркость. То есть видно все до подъезда. Видно дальше подъезда. Еще где-то видны машины. Видны деревья. Если вы будете ехать, вам, в принципе, для езды больше, чем достаточно вот такого расстояния. Вполне. Все видно. Хорошие углы обзора. Видны деревья. Теперь я включаю Ригель Pro на максимальную яркость. Вот это Ригель Pro максимальная яркость. на это же расстояние. Теперь я ставлю на место вот этот Ригель. И уже включаю третий. Вот все три Ригеля. Все три светятся. Как новогодние елки. Ну, с тремя ездить, конечно, очень хорошо, но дорого. Вот три фонаря вместе. Убираю. Полторы. Убираю. И оставляю 700. Вот 700. Вот. Тысяча. И вот. Сейчас. И вот. Полторы тысячи люмен. Яркий луч. Если вы переключаетесь в режиме дневного катания, то у вас получается вот, наверное, мне, наверное, нравится вот такой режим. Вот. На этом видео обзор можно завершить. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И ставьте уведомления колокольчиком, чтобы не пропустить свежие новые видео. Все. Всем пока. Хорошего вечера.